Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем наш сегодняшний второй выпуск в прямом эфире нашей передачи «Эйлин Институт». Доктор Эйлин отвечает на ваши вопросы. И прежде чем мы начнем, я хотел бы передать микрофон моему другу Михаилу Рожковскому, который ознакомит нас с теми вопросами, которые мы получили за последнее время. Здравствуйте, дорогие друзья! После первой нашей передачи мы получили очень много имейлов с вашими вопросами, но в основном звучал один и тот же вопрос, который я чуть позже озвучу. Хотелось вас попросить, чтобы вы вопросы ваши задавали через comments на видео, а не через email. И подписывайтесь на наш канал «Эйлин Институт» на YouTube и на нашу страницу на Facebook «Эйлин Институт», чтобы получать notifications, уведомления насчет следующей передачи. Сейчас я зачитаю вопрос, который был самый популярный. Это был вопрос насчет натуральных жировых продуктов. Натуральные молочные и мясные продукты тоже содержат трансжиры естественного происхождения. Они образуются в желудке коров. Их доля в продукте может составлять до 8% от общей массы жира. Поэтому, чтобы свести к минимуму вред от такой еды, диетологи советуют покупать молоко, творог, сметану со сниженной жирностью, а мясо есть постное или срезать с него хотя бы видимый жир. Доктор говорил в первой передаче насчет обезжиренных продуктов. И он говорил о вреде таких продуктов. И поэтому я бы хотел сейчас доктора попросить, чтобы он еще раз углубился в этот вопрос и ответил на него более детально. Доктор, пожалуйста. Ну что же, дорогие друзья. Тема очень интересная. Вообще всегда вопросы жиров. Встречались раньше в плоскости как бы похудеть. Поэтому на протяжении 60 лет исключительно рекомендовалась обезжиренная диета или диета то, что называется low-fat diet с низким содержанием жира. И вообще, начиная с 1958 года, была объявлена война на все то, что связано с жирами животного происхождения. Даже в частности говорилось о том, что есть плохие жиры, которые называются насыщенные жиры, добавлялось животного происхождения. Но для того, чтобы нам разобраться в этой непростой теме, мы должны прежде всего задать вопрос. для того, чтобы ответить на него, что есть вредное, почему это вредно, а почему это полезно. Мы снова возвращаемся к всемирно известному и, наверное, самому основному закону во Вселенной причинно-следственной связи, которую открыл Аристотель еще в III веке до н.э. И в вопросе, который сейчас зачитал Михаил, и в вопросе, который я сам лично просматривал, очень многое было связано с молочными продуктами, о том, что в молочных продуктах и в мясе, в продуктах животного происхождения содержатся трансжиры. Вот очень интересно, даже была приведена такая цифра до 8%. Ну, это, конечно, интересно. Давайте начнем с того, чтобы мы разобрали, что такое транс, во-первых, жиры. Поэтому, видите, сегодняшнюю передачу я даже назвал транс. Вообще слово транс имеет несколько значений, хотя основано это слово на одном и том же принципе. Это два конца. Знаете, есть такое понятие «трансатлантик» или, например, «транспорт». То есть слово «транс» подразумевает, что есть пункт «а» и есть пункт «б», и они связаны между собой. На самом деле есть даже такие состояния, которые рассматриваются в психологии. Они и называются «трансовые состояния сознания». И являются уникальными, но о трансовых состояниях сознаниях мы поговорим в другой нашей передаче. А сегодня мы больше внимания уделим транс, но жирам. Итак, транс означает, что в молекуле жира между двумя атомами углерода, а жир состоит из углеродного скелета, водорода и кислорода. Это в основном молекула, которая представлена именно тремя этими элементами. и когда речь идет о трансжирах, а здесь существует большая путаница. Я часто говорю о том, что мы живем в мире невероятно доступной информации, а точнее невероятной дезинформации. Поэтому чем больше люди знают, тем меньше понимают и больше вообще запутаны. Поэтому, ну что же, прежде всего, если мы говорим о таком явлении, как трансжиры, то прежде всего необходимо говорить о жирах, которые называются ненасыщенные жиры. Вообще все жиры можно условно подразделить на два вида. На насыщенные жиры и ненасыщенные жиры. Ненасыщенные жиры делятся на два вида. Это мононенасыщенные жирные кислоты, формирующие этот жир, и полиненасыщенные жирные кислоты, которые формируют жир. принято считать, что насыщенные жиры это представители животного мира, а ненасыщенные жиры это представители растительного мира. Это совершенно неверно и не точно. И те, и другие встречаются как в животном мире, так и в растительном, но в разной пропорции, разные функциональные физиологические цели. Растения должны поддерживать свой метаболизм за счет жиров, которые при обычной температуре, невысокой комнатной температуре остаются жидкими, а вот организм более плотный и организм достаточно подвижный многоклеточных животных, таких как человек, млекопитающие, они, конечно, содержат больше жиры насыщенные, но в том числе есть определенный процент, безусловно, и ненасыщенных жиров. Итак, почему они называются ненасыщенными жирами? Они ненасыщены именно потому, что в молекуле жира существует недостаточное насыщение углеродного скелета молекулы жира атомами водорода. В молекуле жира насыщенного, которую можно метафорически, образно представить таким длинным столом, вокруг которого все стулья заняты атомами водорода и практически свободного места нет. Полное насыщение этого стола, который мы назовем насыщенный жир. А вот молекула ненасыщенного жира, она имеет свободные стулья. По простой причине. Дело в том, что атом углерода имеет четыре электрона для формирования электронной пары, которая называется в химии, или точнее в биохимии в данном случае ковалентные связи. Поэтому два атома карбон, углерода, соединяясь друг с другом одной связью, а с другими углеродами также последующая связь, то есть в конечном результате высвобождается всегда только два электрона для формирования двух ковалентных связей, и в таком случае присоединяется водород. Это насыщенный жир. Но когда образуется между двумя атомами углерода такой дабл бонд, двойная связь, то это ограничивает эти атомы углерода возможности присоединить к себе атом водорода. Поэтому в такой молекуле возникает дефицит атомов водорода за счет того, что в ней, в этой молекуле жира есть несколько двойных ковалентных связей между атомами углерода. Отсюда и возникает слово ненасыщенная жирная кислота потому, что за счет этих двойных ковалентных связей между атомами углерода возникает ненасыщение, неполное насыщение атомами водорода. И такая молекула имеет уникальные свойства. Она при комнатной температуре остается жидкой. К таким жирным кислотам в основном относятся в основном в большей степени растительные жиры, которые подразделяются на моно, ненасыщенные. От слова моно это значит наличие одной двойной ковалентной связи и в данном случае только два атома соединены одной двойной ковалентной связи. Поэтому и называется такой жир моно ненасыщенные жирные кислоты. Они чаще всего встречаются в оливковом масле. Такие как олеиновые ненасыщенные жирные кислоты, которые являются моно ненасыщенные жирные кислоты. Но сразу же хочу объяснить, что наличие только одной двойной ковалентной связи в молекуле между двумя атомами создает намного более благоприятные условия для предотвращения очень опасного явления, которое называется оксидотический стресс. То есть способность атома свободного радикала кислорода осуществить оксидотический стресс, присоединиться к такой молекуле, тем самым превратить ее в очень опасного, токсичного для организма монстра. И в этом случае молекула является очень опасной и вредной. Я об этом буду говорить чуть позже. Но оливковому маслу очень повезло, потому что олив ойл, оливковое масло в основном состоит из мононенасыщенных жирных кислот, очень устойчивых к оксидотическому стрессу. Что нельзя сказать о других растительных видах жиров, которые экстрагированы уже из семечек или орехов и уже сам процесс термической обработки и воздействия кислорода воздуха превращает эти масла в процессе термической обработки в то, что называется трансжир. Но об этом мы сейчас чуть позже поясним более детально. Итак, полиненасыщенные жирные кислоты имеют намного больше в молекуле несколько двойных ковалентных связей между атомами углерода. Поэтому в такой молекуле недостает очень много атомов водорода. И она поэтому и не насыщена этим водородом. И ее предрасположенность, уязвимость к оксидотическому стрессу, к воздействию свободных радикалов кислорода воздуха невероятно велика. И поэтому такие масла очень проблемны для здоровья человека. Я хочу сразу же пояснить, прежде чем я объясню, что такое трансжир и почему довольно-таки наивно рассуждать о наличии трансжира, трансжиров в продуктах животного происхождения, натуральных, природных продуктов. Ну, здесь мы сталкиваемся с ситуацией, когда, к сожалению, люди начинают все больше и больше получать какую-то информацию, которую не совсем правильно понимают, а как следствие неправильно истолковывают, ну, вот и заблуждение очень многих людей. Поэтому мы должны объяснить, что речь идет о поле ненасыщенных жирных кислотах, которые формируют так называемый ненасыщенный жир, входящий в состав животного жира. Поэтому безусловно небольшой процент, очень небольшой процент, он не достигает 8%, это очень много, значительно ниже, ну, во всяком случае, все-таки три глицериды составляют до 98% только от жира молока. Ну, конечно, разные коровы дают разное молоко разной жирностью, но вот что происходит с этим молоком после того, как корова дает, это уже другой вопрос, и об этом мы должны сейчас немножечко вам рассказать. То есть, прежде всего, мы должны понять, что жир животного происхождения, хотя и в большей степени на 60-70% состоит из насыщенного жира, в него также входят другие виды жиров, в том числе и полиненасыщенные жирные кислоты, которые имеют способность также подвергаться оксидотическому стрессу и тем самым менять свою структуру изомера. Вот здесь я сказал слово изомер, и здесь нужно четко пояснить, что в природе, еще раз повторяю, практически не встречаются в естественных условиях в природе практически не встречаются транс изомеры. Есть так называемые цис-изомеры полиненасыщенных жирных кислот, и это существенная разница между цис-изомером и транс-изомером. Разница заключается в том, как располагаются атомы водорода у углеродов, образующих двойную связь. Цис-изомеры, они образуют ровную линию, и их атомы водорода соединяются с атомом углерода с одной стороны. Поэтому такая молекула довольно-таки пластична, она формирует изгибы и в принципе не настолько проблемная для здоровья человека, а вот искусственно сформированная в результате hydrogénation, гидрогенизации при высокой температуре не менее 200 градусов Цельсия и высоком давлении, когда насыщается молекула полиненасыщенного жира водородом, то атомы водорода обычно присоединяются к атому углерода с разных сторон, тем самым делая изомер неровный и такой изомер называется транс-изомер, он исключительно искусственного происхождения и организмом не узнается. Об этом я хочу сегодня немного вам также рассказать. Но вот именно наличие двойных связей в изомере жирной кислоты и определяет свойства этой жирной кислоты или в конечном результате жира или даже масла. Вам хорошо известно такое понятие как омега-3, которое пахнет рыбой и общепринято считать очень полезным для здоровья, так как омега-3 моно ненасыщенная жирная кислота, она обладает особым свойством и противовоспалительным действием, то есть антиинфломаторным, убирает воспалительные процессы и играет довольно-таки важную роль в формировании и строении мембран клеток. А вот омега-6 это другая полиненасыщенная жирная кислота, у которой есть между шестым и седьмым атомом углерода, начиная от хвоста, метильного хвоста, двойная связь, которая делает эту молекулу не совсем обычной. Во-первых, она полиненасыщенная жирная кислота, а поэтому у нее есть склонность к превращению в транс жир при определенных условиях, при повышении температуры и воздействию давления, то есть при определенной обработке, пищевой обработке, а точнее образовании processed food или так называемого обработанного пищевого продукта. Поэтому омега-6 это очень дискутабельный вопрос, и очень многие ученые из Lipid Science из науки о жирах абсолютно убеждены в том, что этот вид жира обладает проинфломаторным действием, вызывающим воспаление в организме человека, поэтому является очень опасным. Пока еще не совсем известно, на самом деле очень вредным воздействием обладает сама омега-6 или ее продукт обработки, тогда, когда эта полиненасыщенная жирная кислота омега-6 подверглась воздействию высоких температур, оксидатическому стрессу и как следствие превратилась в транс-жир, в транс-фет в результате уже химических преобразований и как следствие воздействием на организм, вредным воздействием на организм уже осуществляется транс-жиром омега-6, которая изменила свою молекулярную структуру и подверглась уже гидрогенизации. Поэтому по всей видимости мое мнение заключается в том, что опасным является именно транс-жир, который образуется в результате индустриального производства процесс-фуд, вот такой вот промышленной еды, и тогда это становится действительно вредным именно транс-жир. Но как вы понимаете, транс-жиры образуются в результате технологической обработки натуральных продуктов. Есть еще один момент, на который необходимо обратить внимание, что если мы говорим о жире, находящемся в продуктах животного происхождения, то, конечно, преобладание омега-6 над омега-3, например, или наличие полиненасыщенного жира, содержащего омега-6 по отношению насыщенного жира, также связано с процессом откорма. Если мы говорим grass-fed, мясо, то есть то мясо, которое было откормлено в естественных условиях, для того, чтобы откормить, например, теленка для уже ну вот такой вот готовности использовать для мяса, это нужно 18 месяцев пастбищ от корма в естественных условиях, природным питанием, травой, то есть на это уходит 18 месяцев. Но промышленное производство мяса идет совершенно по другому пути. и в основном для откорма используются телята, которые выращиваются при помощи гормональной стимуляции за 6 недель. Я понимаю, что это звучит невероятно и очень многих вводит состояние шока. Как же можно за 6 недель откормить теленка до таких размеров? Ну, это происходит за счет в основном GMO корн, то есть используется в основном кукуруза, соя, канола, то есть продукты, которые в основном содержат уже очень много углеводов и крахмала, а также, как вы понимаете, растительных полиненасыщенных жирных кислот. Поэтому баланс в продуктах фармрейс, откормленных таким путем, он немножко изменен и, безусловно, уступает по качеству продукта, откормленного в условиях естественных. Аналогичным образом это происходит и с рыбой, которую откармливают фармрейс при помощи очень часто особых арбузных или гибридов между арбузом и дыней. И в этом случае также используется очень много крахмала, углеводов. Поэтому естественно рыба становится более жирной, но вот процент омега-3 в ней намного ниже, намного больше, примерно в 25 раз больше омега-6. То есть вот сочетание, если баланс идеальный это один к одному, омега-3 к омега-6 примерно один к одному, то обычно в условиях, когда это подвергнуто промышленному производству пищи, то это где-то один к 25, то есть один омега-3 и 25 омега-6. Но еще раз хочу высказать свою точку зрения, что омега-6 становится очень агрессивной именно в том случае, когда подвергается индустриальной обработке под высоким давлением, высокие температуры и в таком случае она становится уже агрессивной. Если мы говорим о молоке и о молочных продуктах, то это уже абсолютно отдельная тема, которую, безусловно, в рамках одной передачи, в которой я обязан выдерживать разумный регламент, потому что человек, я увлекающийся и боюсь потерять чувство времени. Поэтому постараюсь прежде всего очень конкретно объяснить сегодня, а если появятся вопросы в дальнейшем по теме молочных продуктов, ну и другие вопросы, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал Эйдлин Институт на Ютуб и также на страницу Эйдлин Институт на Фейсбуке для того, чтобы получать уведомления и приглашения на следующие наши передачи в открытом эфире, в прямом эфире. Но сегодня я коснусь темы молочных продуктов. Эта тема, конечно, уникальна и, безусловно, должна потребовать, может быть, не одну передачу, а несколько передач. Я уже сегодня хотел бы дать аудитории некоторые рекомендации в отношении молочных продуктов, особенно тем людям, которые имеют диабет второго типа, атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания, высокое артериальное давление, бронхиальная астма, ну и другие расстройства здоровья, которые мы должны определить как метаболические расстройства здоровья, которые развиваются в том числе по аутоиммунному механизму. Ну, вообще-то, для того, чтобы быть неголословным, обосновать, почему я считаю то или иное вредным для здоровья и вообще как понять, что такое вредно, мы должны прежде всего определить факторы, нарушающие клеточный метаболизм. Почему? Потому что любое заболевание, а мы говорим о 75% всех случаев заболеваемости в мире, которые приходятся 75% на хронические заболевания, которые правильно называть метаболические расстройства здоровья. И эти заболевания манифестируют как диабет второго типа или диабет лада, лейтентотоимьюн диабетес инедаллс, или атеросклероз, или онкологические заболевания, но это манифестация, их внешнее проявление для того, чтобы понять механизмы, которые позволили бы устранить эти заболевания и в том числе предотвратить развитие этих заболеваний, мы должны понимать механизм их развития и начинать с причин, которые возникают на молекулярном клеточном уровне и на уровне физиологии, точнее под физиологией. Поэтому, если мы будем говорить о нарушении метаболических процессов на уровне клетки, то мы должны привести основные семь факторов. Первый фактор это прежде всего гляйкейшин. Гляйкейшин это процесс ковалентного прилипания молекулы сахара к молекуле жира или белка. То, что приводит к образованию advanced glycation age. Это, безусловно, термины, которые требуют метафорического образного объяснения и в последующих передачах я обязательно уделю достаточно времени, чтобы объяснить то, о чем я сказал. Поэтому сейчас я только перечислю эти факторы, которые нарушают клеточный метаболизм и лежат в основе возникновения метаболических расстройств здоровья, которые я ранее перечислил. Поэтому первый фактор это гляйкейшин. Второй фактор это оксидейтив стресс, оксидатический стресс. Третий фактор это инфламейшин. Воспалительные процессы, которые развиваются изначально на клеточном уровне и следующие факторы объясняют их механизм развития воспалительного процесса инфламейшин. Это прежде всего инсулин резистанс как результат нарушения метаболизма клетки. следующий фактор пятый это не что иное как нарушение функции точнее митохондриальная дисфункция нарушение функции митохондрии процесс образования энергии в митохондрии когда митохондрия теряет свои способности утилизировать использовать что-либо кроме глюкозы поэтому человек становится наркоманом зависимым от сахара переживая постоянное чувство дефицита энергии слабость нехватку энергии это не что иное как дисфункция митохондрии клеток органелл которые образуют энергию шестой фактор это нарушение стабильности мембраны клетки ну и седьмой фактор наверное самый существенный и который и запускает процесс развития болезни это эпигенетические нарушения повреждения процесса транскрипции днэй экспрессии ген тогда когда происходит нарушение синтеза белка в клетке в рибособых клетки поэтому все заболевания они начинаются не с головной боли и не с мурашек в стопах ног и не со слепоты они начинаются на уровне клеток и все происходит с момента каким образом происходит информационное копирование днэй этим сегодня очень успешно занимается особая наука которая называется эпигенетикс эпигенетика это тоже очень интересная тема которой стоит уделить внимание в дальнейших наших передачах и так я назвал причины которые приводят к развитию метаболических нарушений на уровне клеток и как следствие развиваются уже в метаболические расстройства здоровья на этапе который мы называем патологическая физиология когда мы говорим о молочных продуктах я сегодня только приведу несколько аргументов которые объяснят что прежде всего о молочных продуктах я прекрасно знаю как отнесется ко мне аудитория и очень многим людям будет неприятно это слышать ну ничего не поделаешь правда не всегда бывает приятной и как сказал когда-то Марк Твен убеждать людей в том что их обманули или точнее обмануть намного проще чем убедить в том что людей обманывали на протяжении многих многих десятилетий поэтому действительно это не так просто мы с вами говорим на русском языке и являемся представителями русской культуры и для нас в нашей русской традиции молочные продукты занимают очень существенное причем исключительно ностальгическое место это даже намного больше чем еда это то что называется по-английски comfort food да то есть еда которая доставляет человеку вот такое душевное комфортное состояние хотя здесь очень много других моментов которые влияют на изменение состояние сознания человека которое также можно назвать трансом но молочные продукты это отдельная тема во-первых мы должны сказать что молочные продукты которые производит молочная индустрия они имеют особое свойство способность находиться на полках супермаркетов очень долгое время причем некоторые люди даже высказывают такое предположение что в это молоко добавляется антибиотик это неверно антибиотик специально не добавляется и потом нет необходимости добавлять какой-либо антибиотик потому что это молоко уже стерилизовано не только постерилизовано а стерилизовано в нем нету микроорганизмов вообще никаких поэтому без каких-либо микроорганизмов совершенно стерильный продукт в стерильной упаковке и может находиться очень долгое время на прилавках но после того как вы его растерилизуете откроете конечно теряет свои стерильные свойства и сопрофитные микроорганизмы попадая уже в этот продукт начинают осуществлять свою ферментативную деятельность поэтому естественно продукт портится но продукты которые мы получаем в результате молочной индустрии повторяю эта тема может занять несколько передач я сегодня буду постараюсь очень коротко об этом сказать это прежде всего пять причин которые говорят о том что этот продукт все-таки не полезен для здоровья человека причем я опираюсь на академическую статистику и на свой собственный уже почти сорокалетний опыт в своей практической деятельности Эйдлин институт существует уже более тридцати лет поэтому за многолетнюю практику я могу уже сделать и как вы понимаете свои собственные выводы но мы также опираемся на академическую статистику и так существует пять факторов каждый из которых я объясню поясню первое это казеины это основной предоминантный белок который составляет 80% от белка молока в молоке коров где-то примерно 30-35% белка в отличие от человеческого молока в котором 9-12% белка и в основном это глобулины в молоке коров это 4 вида в группе казеины которые практически не усваиваются процесс их усвоения очень медленный и у большинства людей казеины не усваиваются другая проблема с казеинами заключается в том что при поступлении в организм человека если у человека уже имеются определенные заболевания которые могут сопровождаться сибусиндром small intestinal bacterial overgrowth тогда когда в организме нарушается микробиота кишечника и она распространяется в верхний отдел кишечника человека это ведет к развитию состояния которое называется ликегат протекающий кишечник или дырявый кишечник когда через стенку кишечника в кровеносную систему способны проникать в том числе в лимфатическую систему способны проникать в микроорганизмы причем патогенные поэтому казеины которые могут в неусвоенном виде в неизмененном виде поступать в кровеносную систему они могут вызывать эффект иммунную реакцию и таким образом образуется аутоиммунная реакция потому что организм казеина воспринимает как антигены на которые формируется реакция антител организма человека проблема заключается в том что казеины имеют особые свойства они комплексами белковыми напоминают те структуры белковые которые в состав входят в состав бета-клеток островков лангерганца поджелудочной железы поэтому одна повторяю из точек зрения это не академически полностью не подтверждено но существует очень серьезное предположение что в этиопатогенезе диабета первого типа у детей очень большую роль играют казеины молока коровьего молока во всяком случае в истории человечества есть примеры заболеваний которые безусловно описывают клинические формы диабета первого типа это 12 век до нашей эры в папирусах пирамид Гиза есть такие описания еще в древнем Египте ну и в Индии есть также упоминание о медхумехе такое заболевание которое сопровождается медовым медовой мочой как вы понимаете это уже выделение сахара с мочой и речь идет о диабете первого типа и так казеины особенно опасны людям которые имеют такие страдания как бронхиальная астма я сейчас на этом не буду останавливаться долго хотя безусловно если будут вопросы я объясню более детально бронхиальная астма практически все аутоиммунные заболевания это артриты которые имеют аутоиммунную природу воспаление суставов кожные заболевания безусловно диабет второго типа и особенно диабет 1.5 то что мы называем диабетис лада лейтент отоимьюн диабетис инэдалс то есть вот отоиммунные заболевания поэтому безусловно казеина является одним из самых наверное существенных факторов для того чтобы задуматься о неполезности коровьего молока второй фактор это лактоза хорошо известны большинство людей потому что большинство людей в мире лактозы интолерантны особенно люди живущие на дальнем востоке японцы китайцы которые никогда в своей истории не знали ничего как молока для них это не является продуктом питания особенно коровье молоко и у них свыше 90% людей лактозы интолерантны в Европе есть скандинавские страны где интолерантность может достигать 75% но человек конечно может адаптироваться к этому состоянию и это может в основном проявляться как какие-то диспептические расстройства чувство тяжести в животе вздутия поносы дискомфортные состояния иногда запоры то есть это то что является неприятным но не смертельным но в некоторых случаях это может быть достаточно опасным потому что лактоза так же как и фруктоза подвергается метаболизму в печени формирует образует довольно таки токсичный метаболит который в свою очередь повышает липогенезис деново липогенезис это образование жира в самой печени поэтому происходит и жировая дистрофия самой печени то что мы называем феттеливер или вот ожирение печени неалкогольное потому что оно может быть и про алкоголизм тоже но очень подобное состояние поэтому безусловно лактоза абсолютно неполезный ингредиент молока сахар который естественно очень вреден другой компонент это эстрадиол точнее эстрогены коровы это дающие молоко это постоянно беременные ну существа что ли females да вот женского рода организмы которые для того чтобы давали молоко доились их постоянно каждый год осеменяют поэтому вот дающие молоко коровы они постоянно беременны отсюда и в таком большом организме коровы громадной как вы понимаете очень большое количество эстрогенов в частности эстрадиолы метаболиты эстроген которые содержатся в молоке являются канцерогенными это говорит статистика которая не раз проводилась в Европе и мы видим что женщины которые потребляют большое количество молока каждый день имеют очень высокий риск возникновения рака молочной железы но не только женщины это также опасно и для мужчин в случае простата рака простаты предстательной железы поэтому эстрадиол эстрогены они очень не полезны это то что безусловно содержится в молоке другой фактор это IGF 1 фактор это белок который очень подобен гормону роста его так и называют инсулин like growth factor 1 и он абсолютно необходим для того чтобы давать большое количество молока и молоко было бы вот надуя его в коммерческих объемах выгодных для производителя поэтому IGF 1 фактор этот insulin like growth factor 1 белок он обладает проинфламаторным действием вызывает воспалительные процессы которые ведут к атеросклерозу и к другим хроническим заболеваниям которые непосредственно связаны с воспалительными процессами в том числе это безусловно очень ослабляет иммунитет прежде всего функцию лейкоцитов организма человека а это особенно важно в период эпидемии коронавируса нам нужен очень хороший сильный иммунитет вы понимаете что IGF 1 фактор который и так достаточно присутствует в организме человека нездорового поступая из молока коровы или из молочных продуктов естественно приводит к тому что оказывает вредное воздействие вызывая воспалительные процессы в организме и конечно ослабляя иммунитет следующий фактор это прежде всего оксистеролы оксистерол это оксидейтив то есть подвергшийся оксидатическому стрессу жир или в частности холестерол его его не так много в молоке коров около одного процента от общего состава жира но при пастерилизации или стерилизации как вы понимаете все молочные продукты которые хранятся долгое время на прилавках они естественно обработаны технологическим способом и один из самых вредных факторов это нагревание при повышении температуры и нагревания продукта вы помните эти двойные связи между атомами углерода вот это дабл бонд они нагреваются если нагревается двойная связь ковалентная между атомами углерода в молекуле жира она становится подвижной и таким образом мы образуем транс жир вот холестерол который входит в молочный продукт под высокой температурой и в результате технологического процесса обработки он превращается в оксистерол то есть это транс холестерол то есть та молекула которая уже имеет совершенно вредный токсичный изомер в своей структуре и такая молекула имеет способность прилипать они образуют оксистерол байндинг протеин протеин то есть байндинг это прилипание присоединения молекулы измененной как вы понимаете в результате пищевой индустрии и технологической обработки этот холестерол который был совершенно нормальным но при повышении температуры и технологического процесса обработки и при контакте с кислородом воздуха подвергаясь оксидотическому стрессу он превращается в оксистерол который своей ковалентной связью прилипает к белку и таким образом мы имеем уже совершенно другую молекулу которая является агрессивной и враждебной для здоровья человека это то что и вызывает воспалительные процессы в организме поэтому вот эти основные пять факторов казеины лактоза эстрогены IGF-1 фактор и оксистерол то есть трансжир который образуется в результате технологической обработки является безусловно неполезным для здоровья человека каждый фактор может потребовать отдельной передачи для того чтобы объяснить потому что что-то знать и понимать это две разные вещи ну а для того чтобы осуществить и реализовать это в образе жизни и тем самым обвести здоровье освободившись от хронических заболеваний которые не лечатся лекарствами лекарства не воздействуют ни на один метаболический путь на клеточном уровне на все эти семь нарушений метаболического процесса на клеточном уровне не действует ни одно лекарство поэтому лечение лекарствами это то что приводит к банкротству национальной системы здравоохранения а с другой стороны конечно это невероятно выгодно для коммерческого дьявола о котором я уже говорю 30 лет но тот кто платит тот и заказывает музыку поэтому я хочу закончить сегодняшнюю передачу рекомендаций того что те кто имеют проблемы со здоровьем как диабет второго типа бронхиальная астма сердечно-сосудистые заболевания проблемы с воспалением суставов которые могут быть аутоиммунной природы различные формы артритов я бы исключительно порекомендовал уже сейчас хотя бы на 3 месяца отказаться от любых видов молочных продуктов и сосредоточить все свое основное внимание на том что обеспечивает организм идеальными целебными молекулами жира которые обладают противовоспалительным действием противодиабетическим действием и противоинсулиновым действием потому что воздействие инсулина в переизбытке к гиперинсулиномии это один из основных факторов в развитии метаболических расстройств здоровья и такими уникальными молекулами жира являются не так давно открытые молекулы жира которые продуцируют полезные наши по сути дела симбиоты наши микроорганизмы в нашей микробиоте нашего кишечника ну хорошо известные публики такие как например бифодиум или лактобактерия они продуцируют short chain fatty acids короткоцепочные жирные кислоты совершенно уникальные для здоровья человека и абсолютно необходимые для здоровья но микробиота кишечника образует эти целебнейшие свойства из особой особой повторяю невероятно полезной для здоровья живой клетчатки о которой мы поговорим на следующей по всей видимости нашей передаче в открытом эфире я искренне благодарю вас за внимание до скорой встречи в прямом эфире это был доктор Эйдлин и помогал ему Михаил Рожковский Редактор субтитров Редактор субтитров